Добрый день, дорогие зрители канала Домашний очаг с Мариной! Многие из вас привыкли слышать, что клинтвейн это горячее вино со специями и пряностями. Но точно так же с этих же ингредиентов мы можем приготовить и чай, который будет называться клинтвейн. Он будет состоять из этих же специй и пряностей. Вы можете купить готовый вот такой набор. Добавить сюда имбиря еще свежего, я добавлю лимона. И мы сейчас приготовим чай, который очень хорошо при состоянии, когда вы чувствуете, что вот-вот начинается простуда. А также для усиления иммунитета. Обращаю внимание, что есть клинтвейн на вине, на роме, на алкоголе, а есть просто горячий чай. В клинтвейн обычно входят такие специи и пряности. Это гвоздика, корица палочки, бадьян, кардамон, мускатный орех, душистый перец, имбирь. Мы добавляем лимон. Когда чай чуть остынет, мед вы можете добавить. Еще может быть специи, которые вы любите. Ну, вот такой набор купить всегда, чтобы у вас был под рукой. Потому что не всегда у вас бывает такой набор пряностей, чтобы создать вкусный, ароматный чай. Вот, посмотрите, у нас здесь с вами вот такой вот набор. Достаточно много душистого перца. Я добавлю имбирь еще свежий. Я взяла где-то полтора литра воды на эту порцию. Но по крепости мы будем с вами чувствовать. Можно будет потом добавлять еще водички. И сейчас мы сварим чай клинтвейн. Прошло 7 минут, и я добавлю чайную ложечку еще черного чая. Если вы любите, можете зеленый добавить. Здесь тоже у нас кусочки шиповника, кусочки фруктов. Ну, совсем немножко. Всего лишь чайную ложечку на такое большое количество воды. Потому что я не хочу крепкий чай. Я хочу именно клинтвейн, чтобы получился. Доводим до кипения чай. Хотя я очень много смотрю восточных видео. И смотрю, как восточные женщины почему-то варят заварку. Бросают вот кипящую воду, разные специи. И проваривают чай где-то полминутки-минуту. Ну, мы обычно заливаем только кипятком. Или вот доводим до кипения. Накрываем крышечкой. Даем чаю еще немного постоять. И уже будем получать удовольствие. В уже кипящую воду надо высыпать пряности и специи. И на очень медленном огне проварить 7-10 минут. Мед мы не добавляем с вами в такую кипящую воду. Это уже в прикуску вы можете кушать самостоятельно. Потому что мед в горячей воде теряет свои свойства. На маленьком огне томятся наши пряности и специи. Прошло 7 минут. И я добавлю чайную ложечку еще черного чая. Если вы любите, можете зеленый добавить. Здесь тоже у нас кусочки шиповника, кусочки фруктов. Ну, совсем немножко. Всего лишь чайную ложечку на такое большое количество воды. Потому что я не хочу крепкий чай. Я хочу именно глинтвейн, чтобы получился. Доводим до кипения чай. Хотя я очень много смотрю восточных видео. И смотрю, как восточные женщины почему-то варят заварку. Бросают вот кипящую воду, разные специи. И проваривают чай где-то полминутки-минуту. Ну, мы обычно заливаем только кипятком. Или вот доводим до кипения. Накрываем крышечкой. Даем чаю еще немного постоять. И уже будем получать удовольствие. И пришло время разливать чай. Конечно, надо его процедить. Но для видео я налью со специями вместе. Может быть, кто-то любит еще погрызть вот такие специи. Обязательно палочку корицы положу в чашечку. Вот такой душистый чай клинтвейн у нас получился. Для здоровья, удовольствия и настроения. Спасибо, что вы были со мной. Ставьте класс, если вам этот рецепт был интересный. Будьте здоровы, подписывайтесь на мой канал. И мы не потеряем друг друга.